Вот 365 платин, и следующие 367, 7 платин. Показания счетчиков выписаны в тетрадку. Каждый раздел, свет, ГВС и ХВС в отдельную колонку, чтобы не путаться. Да и по основным показаниям можно быстро пробежаться, чтобы ошибки не было. В пункт приема платежей люди уже приходят заранее выписанными показателями, чтобы быстро сообщить их кассирам и оплатить. Как вы передаете показания счетчикам? Вы непосредственно здесь оплачиваете и передаете показания или звоните? Нет, нет, здесь, соответственно, книжки. Сами пишем и оплачиваем. Прихожу, оплачиваю и все. Однако есть и те, кто передает показания счетчиков по телефону или через электронные сервисы. Для таких людей есть важное объявление от Эргмэк. С 1 июля наша компания переходит на прием показаний до 25 числа включительно. Передать показания можно любым удобным способом, как позвонив по телефону в наш кулцентр, так и дистанционными способами, которые указаны на нашем сайте. Дистанционно это в личном кабинете на сайте ГИС ЖКХ, на сайте эргмэк.ру, в мобильном приложении госуслуги дом или при оплате через приложение банков. Сам расчет будут производить с 26 по 30 число. А с 1 числа потребителю электроэнергии будет выставлена квитанция. Ее нужно будет оплатить с 1 по 10 число. Если до 25 числа в нашей организации не будет показаний от потребителя, ему будет произведено начисление по среднемесячному, рассчитанному исходя из предыдущих периодов, либо начислен норматив, если данные для начисления среднего будут отсутствовать. А по нормативу оплата в разы больше, чем по показателям. Разница, говорят специалисты, приличная. Потому показания лучше передавать заранее. Есть, что называется, лайфхак. Можно воспользоваться непосредственно сайтом эргмэк.ру. Здесь можно зарегистрироваться в разделе «Личный кабинет для бытовых клиентов». Там можно не просто передать показания онлайн, сделать это практически одним щелчком мыши, а также быстро оплатить, при том без лишних походов.